В горах, на скале обеспутствов мечтая, сидела измена, худая и злая. А рядом под вишней сидела любовь, рассветное золото в косах притая. С утра, собирая плоды и корени, они отдыхали у горных озер. И вечно вели нескончаемый спор с улыбкой, одна, другая с презрением. Одна говорила, на свете важны верность, порядочность, чистота. Люди светлыми и добрыми быть должны, в этом и красота. Другая кричала, пустые мечты, да кто тебе скажет за это спасибо? Тут право со смеха порвут животы даже без мозга рыбы. Жить надо красиво, легко и с умом, где быть беззащитной, где лезть напролом. А счастье увидел, рви, не зевай, бери, разберемся потом. А я не согласна, бесовестно жить, попробуй жить честно и честно любить. Быть честной, зеленая деть, чепуха, что может быть слаще, чем радость греха? Однажды они такой подняли крик, что в гневе проснулся косматый старик. Великий колдун, раздражительный дед, проспавший в пещере три тысячи лет, и ряпнул старик. Это что за война? Я вам покажу, как будить колдуна. Так вот, чтобы навеки покончить все ваши раздоры, я сплавлю вас вместе на все времена. Схватил он любовь колдовскую рукою, схватил он измену рукою другой, и бросил в кувшин их зеленый, как море, а следом туда же. И радость, и горе, и верность, и злость, и доброту, и дурман, и чистую правду, и подлый обман. Дед вам поставил кувшин на костер, дым взбился над лесом, как черный шатер. Все выше и выше до горных пешин. Старик с изумлением смотрел на кувшин, когда все перемелется и перемучится. Какая же там чертовщина получится? Кувшин остывает, опыт готов. По дну пробежала трещина, затем он разбился на сотни кусков, и появилась женщина.